Рабочая партия России В последнее время он не берет трубку, но предыдущие разговоры были о том, что он готов отдать власть, а я ему рассказываю, что мы эту готовы власть взять. Осталось нам совсем немного. Какой же план? А план совершенно нехитрый. Первое это организоваться в боевые профсоюзы. Я представляю медицинский профсоюз межрегиональной действия. Сейчас каждый месяц организовывается новая ячейка в различных регионах, а мы боремся за свои права. Также профсоюзы растут и в других отраслях. А что такое профсоюзы? Профсоюзы это ячейки, из которых будут направляться делегаты в советы и совсем немного будет до советской власти. Но чтобы организовать боевой профсоюз надо учиться. Боевой профсоюз должен ориентироваться на те профсоюзы, которые уже чего-то добились. А добились у нас профсоюзы МПРА, токеров, авиадиспетчеров. Они заключали прогрессивные коллективные договоры. Чтобы принимать коллективные договоры, я еще раз повторюсь, надо учиться. И так у нас в Нижнем Новгороде каждую весну и осень проходит Российский комитет рабочих. Куда съезжаются передовые рабочие и рассказывают о своем опыте. Только что состоялся Российский комитет рабочих, где на повязке дня стоит шестичасовой рабочий день. Естественно, должно оставаться время для организации, для борьбы. Вот я, врач скорой помощи, я работаю 24 часа в сутки, я работаю на полторы ставки. У меня не остается времени достаточно для того, чтобы организоваться в боевой профсоюз, чтобы потратить много времени для организации. Но к этому надо стремиться. 150 лет назад чикагские рабочие боролись за 8-часовой рабочий день. Производительность труда выросла во много раз. А мы как бы работали 8 часов в день, так и работаем. Товарищи, назрела необходимость к шестичасовому рабочему дню. Но чтобы как понимать, как устроить боевой профсоюз, что такое коллективный договор прогрессивный, как его написать, надо учиться. Я приглашаю всех на Российский комитет рабочих в Нижний Новгород. Он состоится 19 и 20 октября. Для того, чтобы туда попасть рабочему, надо всего лишь написать заявление от пяти рабочих и направить. Конкретно этот комитет рабочих, это прототип советов. Там рабочие имеют право решающего голоса. Товарищи, у вас также есть возможность учиться в Красном университете. Уже сейчас объявлен набор на следующий год. В Красном университете ежегодно проходит обучение сотни учащихся. Товарищи, без учебы мы никто. Итак, я повторяю, рабочие партии России борются за шестичасовой рабочий день. Только работаем меньше, у нас будет время для рабочей борьбы. И второе, мы сможем дожить до пенсии. То есть у нас отняли годы пенсии. При этом мы можем уже сейчас выходить здоровыми, но при этом должны сократить рабочий день, чтобы минимум увидеть и воспитать своих внуков. Спасибо. Итак, рабочая партия России за шестичасовой рабочий день. Здравствуйте, товарищи. Григорий многое уже сказал про наш профсоюз и про то, какую пользу он несет. А я немного про сам профсоюз расскажу. Наш профсоюз, он является независимым. Независимым потому, что он защищает работников, которые непосредственно связаны с лечением человека. То есть это хирурги, медсестры, санитарки, врачи разных других специальностей. Врачи и вообще все остальные медицинские работники также эксплуатируются. И также их не ставят ни во что, когда в первую очередь выходят экономические интересы. И таким примером я вам могу показать борьбу в 44-й детской поликлинике здесь, в Санкт-Петербурге. Администрация района решила закрыть поликлинику на ремонт и всех врачей оттуда уволить, якобы на время ремонта. Но непонятность ситуации и спешность, с которой администрация пыталась это сделать, очень насторожила и врачей, и родителей детей, которых туда водили. И объединившись вместе, и пригласив в том числе и наш медицинский профсоюз, им удалось надавить на администрацию района и города таким образом, что это решение было отменено, по крайней мере пока. Мы надеемся, что в будущем, если врачи и общественность, то есть вы, родители и пациенты, объединитесь вместе с медицинскими работниками, только в таком случае мы сможем удерживать медицину на достойном уровне. И второй пример, он из далёко Кемеровской области, это Анжера Суджинская больница, где уже как несколько месяцев пытаются сократить санитарок. Кто такой санитар? Санитар – это младший медицинский работник, то есть это человек, который занимается дезинфекцией медицинских помещений и уходом за больным вместе с медицинской сестрой, то есть у них четко разделены обязанности. Но администрация больницы в Кемеровской области решила, что нам не нужен хороший уход за пациентами и давайте санитарок всех сократим. Но сами санитарки воспротивились этому. Это связано в том числе и с экономическими интересами, потому что зарплата снизится, если всех санитаров переведут просто в уборщицы, которым платят на несколько тысяч меньше. И уже несколько месяцев весь коллектив младших медицинских работников в Кемеровской области объединился и не дает работодателю себя сократить. И если мы вместе с вами не раздельно, как сейчас пытаются нас разделить пациенты, это отдельно, врачи это отдельно, у всех свои проблемы, вы в этом виноваты, вы в том. А если мы наоборот сплотимся все вместе, то только в таком случае медицина станет в нашей стране хорошей и качественной. Спасибо вам большое. Нет сокращению санитарок! Нет сокращению санитарок! Корректор А.Кулакова КОНЕЦ